Здравствуйте! Вы смотрите новости Набережная Челны. Сегодня с вами Альмира Гаинудинова. Вот и подходит к концу первой рабочей недели. Я и мои коллеги уже готовы подвести итоги. Грязный подъезд, холодный дом. Жители Сармановского тракта 17, 17А и 17Б недовольны работой управляющей компанией. Свои претензии они высказали Альмиру Гаинудиновой. С 1 января 2024 года в общественном транспорте подражал проезд. Как отреагировали на изменения челнинцы и водителя автобусов узнала Лилия Гатина. Или всем, или никому. Жители дома 2615 остались недовольны выборочной установкой умного домофона. Подробнее в материале Яны Валью. Холодно в домах, грязно в подъездах. С такой жалобой на нашу горячую линию обратили жители высоток Сармановский тракт 17, 17А и 17Б поселка Зябь. По их словам, они неоднократно обращались к коммунальщикам. Те, в свою очередь, обещали устранить замечания. Но вот проблема так и осталась нерешенной, говорят жители высоток. Сегодня с жильцами встретилась наша съемочная группа. Дома Сармановский тракт 17, 17А и 17Б отапливаются при помощи газовых котлов. Но при сильных морозах они дают сбой. В квартирах очень холодно, горячей воды нет, жалуются жители высоток. Челнинцы видят проблему в том, что трубы заледенели. Не хватает пропитки воздуха котлам в силу того, что у нас дымоходы все во льдах. И поступления воздуха не происходит. Обсудив вопрос с управляющей компанией, управляющая компания ссылается на техническую неисправность самих котлов. В эти холодные дни, получается, у нас дома холодно. Вот в один день, как бы, утром проснулся, подошел к котлу. Ну, дома дубак, естественно, батарея холодная вообще. Подошел к котлу, котел ошибку выдает, он выключенный. И смотрю, там эта вода потекла. Мы спокойно не спим, как другие граждане, подваж достаем и проверяем свои котлы, потому что они просто выключаются. У нас вот обязательно электропечка работает. Если даже котел выключился, чтобы хотя бы оптимальную температуру держать, у нас же маленькие дети. А еще жители домов жалуются на то, что в подъездах очень холодно. На некоторых этажах установлены вот такие совсем крошечные радиаторы отопления, и поэтому тепла от них совсем нет. Недовольны жителей влажной уборкой в подъездах и очисткой дворов от снега. Вот с прошлого года, с середины декабря, наверное, у нас там в подъезде что-то разлили, жутко пахло. Вот до сих пор, до сегодняшнего дня никто ничего не убирал, никто ничего не приходил, не смотрел. Сейчас вообще не убираются в подъездах. Очень плохо раз в месяц, и то, если подать заявку, попросить, позвонить несколько раз. О недовольствах жильцов мы сообщили главе администрации Комсомольского района. Мы все жалобы берем на контроль, и, безусловно, вот эта информация, которую нам жители жалуются, мы сейчас разберемся с управляющей компанией, посмотрим, в чем дело. Выйдем на место обязательно и примем обязательно все меры, которые необходимы. Прошло менее часа. Сотрудники управляющей компании и администрации Комсомольского района выехали на встречу с жителями домов. В связи с морозами обледневают, получается, воздух трубы, их ежедневно ощущают. У нас есть поставленный человек, который мастер проходит ежедневно, с плотниками они проходят, смотрят, прощают, где это требуется. Ежедневно обход по этому поводу проходит. Что касается уборки снега, то коммунальщики объяснили, а работы проводили с 11 января. Очистку продолжат 13 и 15. Помогут ли ежедневные обходы крыши в решении проблемы с котлами? Покажет время. Впереди крещенские морозы. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости. Набережные Челны. Уже почти две недели, как проезд в общественном транспорте Челнов стал 35 рублей. До 1 января этого года поездка обходилась горошанам на 5 рублей дешевле. Как пассажиры и водители отнеслись к повышению тарифа, Лилия Гатина выслушала обе стороны. 35 рублей. Именно столько сейчас обходится проезд на автобусе и трамвае. Стоимость одинакова, как по наличному расчету, так и по карте. По словам пассажиров, сумма немаленькая. Да хуй одеваться. Пешку уже не пойдешь. Ну, кому как, наверное. Кто как получает. Для кого-то много ездить. Для кого-то, может, нормально. 35 рублей. Туда-сюда уже 70 рублей это получается. Пенсионерам становится все труднее и труднее жить. Потому что пенсии у нас очень-очень маленькие. И каждую копейку человека на пенсии на счету. Для них это очень дорого. Да и для молодежи так же, которые в ипотеках и все остальное прочее. Ну, я бы хотела, вот, какие-то скидки сделали для детей. Надо с учениками решать. Даже кто не в школу ездит по 35 рублей, это очень дорого для детей. Стоит сказать, что при расчете тарифов учитывается рост цены бензин, горючие смазочные материалы, ремонт, закупка новых машин. Отдельное внимание уделяется и пассажиропотоку. Поэтому многие челнинцы с пониманием отнеслись к изменениям. Понимаем, что и бензин, и зарплаты. Людям кушать надо. Водители тоже от этого за это зарабатывают. Как бы семью кормят. Не против, но под транспортом, конечно, чтобы побольше было больших автобусов. Хотелось бы, а не стоять, ждать. Норма, это не дорога. А почему, как думаете? Ну, бензин подорожал, соответственно, им не ремонтабельно работать. Соответственно, они поднимают цены. То есть, все закономерно. Для нашего города нормально, мне кажется. Потому что, ну, в общем-то, все дорожает. 35 рублей – это стартан, это нормальная стоимость. Неудобно, когда говорили 37-38, сдачу давать. По словам водителей автобусов, за эти недели пассажиры уже начали привыкать к повышению стоимости проезда. Нормально реагировали, чем в последующие годы. В прежние годы более бурно реагировали. Сейчас спокойно отреагируют. Все дорожает у нас. От этого никуда не денешься. И топливо дорожает. Поэтому, видимо, в связи с этим и связано подорожание. Чтобы было рентабельно. Ранее в Госкомитет Татарстана по тарифам поступало предложение повысить проезд до 38 рублей. Однако, утвердили меньшую сумму. Если сравнивать с Казанью, то поездка в общественном транспорте столицы республики обходится в 38 рублей. При оплате картой и в 42 рубля наличными. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Новости, Набережная, Челны. Почему не всем установили умные домофоны? Этим вопросом задаются жители дома 26-15. Работы по обновлению общедомового имущества стартовали в прошлом году. Но инновация дошла не до всех. Буквально через каждый подъезд остались старые панели. Их легко открывать вездеходами и тяжело защитить от вандалов, возмущаются жильцы. Недовольство жителей выслушала Яна Вальдю. По словам жильцов, умный домофон надо устанавливать или всем, или никому. В доме 26-15 домофон установили выборочно. Например, в 14-м подъезде есть домофон, а в 15-м его нет. Валерий Коронаев проживает в доме 26-15 всего месяц. Но неудобства от отсутствия инноваций уже успел ощутить. До этого он проживал в доме с установленным умным домофоном. Мог спокойно открыть дверь телефоном, если забыл ключи. И всегда видел, кто пришел. Тот лучше срабатывает. У него очень большая программа. Там можно СОС нажать, потом вызвать даже чуть ли не медицинскую помощь. Естественно, у него больше возможностей, чем у этого, у старого. Георгий Калания также недоволен отсутствием умного домофона. Через раз установлено. Раз подъезд, два подъезда. А причина в чем, никто не знает. Да и никто не, как сказать, не выяснял причину. Хотя надо было. Почему так? Просто странно, что через раз, если везде устанавливают, наверное, весь дом должен быть обеспечен. А если нет, так и у кого нет. Жители с установленным умным домофоном поделились своими наблюдениями о плюсах и минусах инновации. Пока новые все хорошо работают. Пока неизвестно. Старые, конечно, ломались. Несколько раз у нас за мою бытность. Я здесь давно живу, поэтому за мою бытность поломки приходилось вызывать. То есть собирали побочные еще деньги для того, чтобы... Сейчас пока не могу сказать. Я практически им не пользуюсь. У меня все время отключен домофон. Только тогда подключаю его, когда мне привозят воду или кто-то ко мне идет. Поэтому ни плюсов, ни минусов я не вижу. В 30 из 40 подъездов домофоны уже заменены. Планируется, что работа будет продолжена. Работы в подъезде номер 30 запланированы наяварь текущего года. Жители еще пяти подъездов, с учетом постановки на обслуживание МУК ДСГИ в конце прошлого года, смогут пользоваться сервисом домофонов уже в следующем месяце. По вопросу установки цифровых домофонов в остальных подъездах, жильцам рекомендуют обращаться в управляющую компанию, которая от их имени должна заключить договор на обслуживание домофонов с ДСГИ. Яна Вальдю, Ленар Султанов. Новости Набережной Челны. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 54-62-31. Меофлекс – фитнес-платформа для бесконтактной глубокой проработки внутренних органов и мышц тела. Ознакомительный сеанс бесплатный. Прием строго по записи. Телефон 952-047-0303. Наш адрес в Сюмбике 17А. Новости Набережной Челны. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Сегодня мы завершаем подведение итогов за 2023 год. Он запомнился и страшными происшествиями в набережных Челнах. Так, в конце октября был крупный пожар в гостинице. ЧП произошло утром. Пламя быстро распространялось. Но постояльцы и сотрудники отеля успели покинуть здание. В начале декабря большой пожар случился на авторынке. Площадь возгорания составила около 12 тысяч квадратных метров. О самых крупных происшествиях расскажем прямо сейчас. Одной из самых обсуждаемых тем уходящего года стал крах рыбной пирамиды. Без денег остались около 200 человек. И это только предварительные подсчеты. Супругам Решетовым они давали якобы на развитие бизнеса от 800 тысяч до 84 миллионов рублей. За это инвесторы получали проценты. Потерпевшие брали кредиты. В итоге остались многомиллионными долгами. Кто-то рискует остаться еще и без квартиры. На мне записано имущество моих родных, моей мамы. То есть в результате пострадает моя мама, мои родные, близкие родные пострадают. Потому что скольких юристов я не прошла, они все предлагают торги. С торгов выкупать невозможно, потому что нет средств. В другом, не менее резонансном деле, челнинцы также рискуют остаться без имущества. 20 лет назад 14 семей попали в программу по ликвидации ветхого жилья. Тогда читали, что их переселили. Но, как говорят челнинцы, их ввели в заблуждение. Ведь им были определены квартиры по соципотеке. Мы были все многодетными семьями, малоимущими. Условия были у нас невыносимые. Сантехники к нам боялись приходить, даже не приходили. Потому что у нас все везде уже рушилось, все везде текло. Крыши протекали. Ну, все уже падало. И поэтому нам не оставалось ничего делать, как подписать договора. Другие лишились нажитого из-за страшного пожара. Плайменем было охвачено все четыре этажа зданий. Внутри находились 70 человек. Это постояльцы и сотрудники. Удалось избежать жертв. Некоторые были счастливы, что смогли спасти еще и своих питомцев. Главное спасли, потому что если бы нас не было, он будет все. И выбежали на улицу через задний вход. И увидели, что идет очень сильный такой дым, черный прям. Не успели в Челна забыть про ЧП в гостинице, как 2 декабря. Страшный пожар произошел на авторынке. Площадь возгорания составила почти 12 тысяч квадратных метров. На то, чтобы справиться с огнем, потребовалось более шести часов. Некоторые предприниматели остались без единственного источника дохода. 26 лет я здесь торговала. Магазин 70 квадратов, все сгорело. Я вся к кредитам. В непростое время пришлось пережить и жителям дома 38-15. В марте в 17-этажном здании прогремел взрыв. Высотка не газифицирована. Но уже позже станет ясно, что все произошло из-за петарды. 21-летний парень, который снимал квартиру, погиб. Более 80 челнинцев были эвакуированы. Честно сказать, это было очень страшно. Это была настолько прямо вот, ну, такая ситуация, наверное, первый раз в жизни, наверное, бывает. Это было не очень комфортно. Мы стояли на улице сколько времени. Ну, мы, наверное, полтора часа, наверное, так были. Потом, ну, до полвторого. Полвторого, наверное, мы всех нас запустили домой. Кому была необходима оказанная медпомощь. Но в одном случае им самим она потребовалась. Медработники ехали на вызов, когда попали в страшный ДТП. Авария произошла на пересечении проспектов Сюмбеке и Вахитова. Карета скорой помощи столкнулась с Ауди. В результате оба водителя и два фельдшера пострадали. Один из которых в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Они не были пристегнуты, поэтому один из фельдшеров просто вылетел из машины при ударе. И машина скорой помощи фактически на него упала. При падении на бок вот она его и накрыла. Часть проблем удалось решить в уходящем году. Так, погорельцы авторынка получили микрозайм по льготным условиям. Гостиница была застрахована. Что касается супругов Решетовых, то пока они остаются в СИЗО. И точка в этом деле будет поставлена еще совсем не скоро. Эльмира Гайнуидинова, Сергей Вильданов, Кирилл Хабзель, Ленар Султанов. Новости набережные Челны. Но не только для набережных Челнов. 2023 год оказался сложным. Тукаевский район также сильно штормило. Не обошлось и без скандалов. Проблем и вопросов у жителей накопилось немало. Так, в усадьбе устали жить в постоянном холоде. В Малой Шильне школа перегружена. Кабинетов для занятий не хватает. Но обо всем по порядку расскажем в нашем материале. От бревенчатого дома осталось только пепелище. Когда начался пожар, внутри находились люди. Они сгорели заживо. А это четверо маленьких детей и трое взрослых. Никто из них не смог спастись. По словам очевидцев, они слышали, как кричали дети. В живых осталась только многодетная мама, которая была во дворе. Дверь мама открывала. Просто слышно было, как дети плачут. Ну, крики детей. В другом случае люди не лишились домов, но вынуждены сами бежать оттуда. Как только наступают первые крепкие морозы, жители усадьбы рискуют остаться без электричества. А это значит без отопления. Газа у них нет. Температура в комнатах от плюс шести градусов. Люди вынуждены ходить в верхней одежде. Эти ручки мерзнут, ножки мерзнут, ножки в валенках у нас. Вот это вообще у нас как воробушек сидит. Постоянно вот так дома сидит. Дома у нас очень холодно, поэтому мне нравится больше в школе. А тут мы ходим больше в верхней одежде. Виновницы бед они считают Альфию Хайрулину, владелицу скандальной усадьбы. Люди вышли с плакатами, чтобы, наконец, их проблему решили. Объяснилась ситуация таким образом. Вот этот здесь митинг, он сформирован умышленно. Среди чем? Чтобы создать не терпимую остановку. Какой умышленно? Где умышленно? Мы специально. Где умышленно? Уйди, пожалуйста. Если жители усадьбы просят решить вопрос с отоплением, то сельчане малышельные требуют новую школу. Кабинетов не хватает. Пришлось даже уменьшить площади коридоров, чтобы были помещения для проведения уроков. Скандал получился настолько сильным, что в середине учебного года школу готов был покинуть педагогический состав. За учителей заступились родители учеников. Должно было обучаться у нас 165 детей. А сейчас в нашей школе учатся 455 ребёнка. И, конечно, нам очень сложно. Только недавно к нам приходил снова ребёнок. И мы не можем принять, потому что у нас очень большая загруженность класса. У жителей старых гордолей другая проблема. Недалеко от них хотят построить асфальтобетонный завод для нужд трассы М-7. По словам сельчан, рядом с ними и без того слишком много предприятий. Воздух сильно загрязнён. Со всех сторон дуют ветра. И к нам летит весь этот мусор оттуда. Это пакеты летят. Ну, всё, что угодно. Всё летит, когда сильная ветра, это всё прилетает к нам и висит на наших деревьях. По весне мы всё это собираем. Снег выпадал, он жёлтый. А по весне так у нас чёрный. Пока окончательного решения ни в одном вопросе не принято. В Саэтово выясняют причину пожара. Жители усадьбы записали обращение президенту России. Сельчане старых гордолей собрали подписью против строительства очередного завода. Альмира Гайнудинова. Новости. Набережная Челны. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. В студии была Альмира Гайнудинова. Увидимся снова на нашем телеканале. Субтитры подогнал «Симон»